А вот Робеспьер Максим, у которых одномерная черная этика, но не ценностная двумерная белая этика. Ну там в семантике вот тех Максимов, которых мы типировали, и Робеспьеров в семантике там черная этика звучит, они в большей степени на нее ориентируются. Конечно, она там не суперсильная, потому что это одномерочка, но она, по крайней мере, ценностная, то есть на нее обращается внимание. Там чаще через белую этику выход какой-то, но не в том плане, что человек на это ориентируется, а просто он с детства прикидывает и понимает, что на это социум ориентируется. Это можно как-то несложно изобразить, какие-то простые нормы этические, которые в социуме приняты, и так проще. То есть просто если ты будешь это соблюдать, у тебя будет меньше проблем, и все. Но особого пиетета по поводу этого там, это нехорошо, неэтично, так плохо, неправильно, не работает так. Вот. Да, вежливость набрать шаблонами, да. Причем вежливость набирается, опять же, не только по Б, но и по Ч. Это просто, оно просто немножко по-другому человек это воспринимает, немножко по-другому там себе объясняет, но по сути там какие-то нормы вежливости, они могут быть там и по Б, и по Ч проходить плюс-минус, очень похоже. То есть, исходя из сказанного пару минут назад, два черных логика со слабыми белыми этиками могут взаимно загоняться по тому, что друг друга недостаточно любят и ценят, да. Ну, запросто. Да, да. И они оба, например, не понимают, что между ними происходит. Что у них за отношения? Кто мы друг к другу? Вот они оба думают и, блин, пытаются уравнениями решать, в таблицах ищут, в гороскопах, пытаются понять, что же. Вот, но можно на самом деле спросить. Вот. Это очень сложно порой. Они же все равно друг у друга будут спрашивать. Вот. Так, что еще хотел сказать по поводу, вот буквально только-только мысля была, была мысля по поводу этики. А, вот, в такой феномен есть вежливость, да, в социуме. Причем вежливость может быть как белоэтическая, так и черноэтическая. И это очень забавный феномен. И черноэтическую вежливость, когда про нее рассказывает какой-нибудь юморист со сцены или какой-то просто актер, ну, все понимают примерно, о чем идет речь, и это просто, ну, прикольно и, как бы, интересный взгляд такой. Но в социуме в основном принята вежливость белоэтическая. Ну, например, если мы общаемся, вот два человека общаются, и один другого ни с того ни с сего начинает им говорить, что ты козел, я тебя не уважаю, ты мне никто, и так далее, и так далее. С позиции белой этики, как бы, он его оскорбляет, он нарушает какие-то, ну, этические нормы. То есть он оскорбляет еще прилюдно, например, при ком-нибудь. С позиции черной этики, если мы с другой стороны зайдем, они сидят, друг друга не оскорбляют, но при этом один на другого начинает как-то гавкать, срываться, огрызаться. Да, при этом формально ничего такого не происходит, но просто, например, человек как-то начинает немножко злиться, он напрямую ничего не говорит, что ты там что-то делаешь не то, или меня что-то бесит, или меня что-то раздражает. Но фоном оно стоит, реакции меняются, взгляды меняются, посыл, с которым человек что-то другому говорит, меняется, и это вот все так очень сильно портит атмосферу. Самый простой пример, приходите вы в магазин, какая-нибудь буфетчица, какая-нибудь вахтерша, вы ей здравствуйте, ну, абсолютно нормально, здрасте. То есть формально она как бы с вами поздоровалась, она вас не оскорбила, она вас не назвала козлом, но она вам здрасте сказала так, что вам хочется ей тут же что-нибудь в окошко залепить, прям туда. Вот это как раз-таки есть некая грубость и невежливость с позиции черной этики. Ну, это очень простой пример. Ну, мы на простых примерах объясняем. Потому что вот буфетчица, которая огрызается, она, я просто к тому, чтобы сейчас люди не начали себя по такому примеру сценностную черную этику. Да-да-да, пожалуйста, не надо. Да, то есть буфетчица, которая огрызается, это очень условно, очень простой пример, по факту это практически любой человек это заметит, и очень много кого это, ну, покоробит, потому что неприятно. Вот, но просто черная этика, она именно про какие-то реакции, про эмоциональный посыл, про то, как человек себя ведет. Вот, белая этика именно про более такие штуки, более глубокие про характер человека, про какие-то установки. Вот тут уже кто-то пишет, это самое, пришла поведенческая соционика, кто-то пишет, так делают гамлеты. Гамлеты, или кто-то там. Ребята, это не про поведение, это так может делать кто угодно. Недовольный Штирлиц, неудавшаяся личная жизнь у Наполеонки, кого угодно, то есть кто угодно может такое говорить. И гамлет может, если у него хреново все, плохое настроение. Соционика, она не объясняет, кто как себя ведет, она объясняет, как человек воспринимает информацию, с какой информацией он взаимодействует, с какой информацией он может взаимодействовать много, долго, прекрасно, разнопланово, вот, и очень-очень глубоко. Но она не объясняет, как человек разговаривает, как он себя ведет, насколько он там веселый, насколько он грустный. Это все вообще бредни от соционики, не надо так. Или кто как делает, или кто как не делает, это вот тоже, это поступок, действие, они привязываются к типу. Это очень шаблонное восприятие, нет таких шаблонов, которые бы вот прописали человеку, вплоть до того, что он будет делать, и как он будет делать, как он будет говорить, как не будет. Субтитры создавал DimaTorzok